Для Алексея дни, прожитые в оккупированном селе, стали самыми тяжелыми в жизни. Тут стоял ЛНР, ДНР. Говорит, мы промучились там 9 лет. Говорит, и вы теперь будете мучиться. Каждый день был похож на игру в русскую рулетку. Ведь никто не мог точно знать, когда у агрессоров поменяется настроение. Когда первый раз меня забрали, вот, с товарища, забрали, мы просто пришли по воду. Кто корректировщик, кто координатор. Кто корректировщик, кто куратор. Я пришел домой синий. А дальше садисты начали действовать методами, от которых получали истинное наслаждение. Сначала облили водой. Садись вот так вот на стулку, чтобы ты понимал. Привязывают сразу ноги, скотчем. Обливают водой. Но этого было мало. Освободители хотели еще, еще больше крови. Ты в шапке, ничего не видишь. Обливают водой. Начинается прикручивание, сразу подача в грудину. Привязывают к пальцу провод. К руке провод. И поехали. Сколько, говорит, ему только дать? 200 или 300? И поехали. Спадает с пальца, прикручивает к уху этот провод. Сухо спадает. Прикрутили двумя пальцами, а ты в воде. И поехали, нажимай там на педальку. Один еще и лупит. Блин, избиение, а потом еще и тренировочные обстрелы. Садисты замкнули мирных людей в клетки и методично склоняли их полюбить щедрую русскую душу. Вот мы сидели здесь вот. Вот здесь вот мы сидели. Начали кассеты падать оттуда. Так они идут, вот так, очередно. Ну и в сторону подбежали, сюда к стенке. И сюда попадут. Женя вот здесь вот вот лупануло. Я вот так лежал, а он вот так вот лежал. И он голову поднял. И осколком вот тут пол черепа снесло. Пол деревни нет. У нас сгорело просто. Люди жили, как в настоящем аду, пока в село не начали заходить украинские военные. Тихали крепко по ходу. Дуже крепко текали. Дуже крепко не текали. Ребятки эти непонятные. Да, одиннадцатый. Одиннадцатый. Освобождение одиннадцатого у нас в голове стоит. Тогда Алексей и Юрий наконец-то смогли выдохнуть и почувствовать себя в безопасности. Несмотря на разбитое и почти полностью уничтоженное село, мужчины радовались и улыбались. Ведь украинские воины смогли отомстить российским палачам.